Домашнее задание прочитать вот эту книгу «Пути, глава 5». «Пути, глава 5» и «Диалоги», главы 6 и 7, и 18 и 19. Эти главы прочитайте, пожалуйста, для того, чтобы лучше понять тему, которую мы будем обсуждать. Во многом мусульмане и христиане близки друг к другу, например, и те и другие верят в пророков. Истина? Конечно. И те и другие, и мусульмане, и христиане, верят, что Иисус – Мессия. Более того, назвать Его перед мусульманами просто «Иисус» значит проявить к Нему неуважение. Для них Он Иса Аль-Маси, Иисус – Мессия. Ахамдлилла, слава Господу. Мы соглашаемся. Но, как я уже вчера сказал, очень часто, когда находишь нечто общее, оказываются также и различия. начинаешь выяснять, начинаешь разбираться, и друзья ваши, мусульмане, скажут, а Мохаммед – это печать пророков, это последний из пророков, главный из пророков. А Иисус – это просто один из пророков. Как так? Оказывается, мы в чем-то согласны, но даже в этом есть и различия. Или слава Господу, все мы верим, что Иисус – Мессия. А потом задаешь мусульманам вопрос, Иисус – Мессия, хорошо, а что это значит? И они вам ответят, у Него была ограниченная миссия для ограниченного народа, Дома Израильского, на ограниченное время. А у Мохаммеда миссия универсальная, всеобщая, но никак не у Иисуса. Помните, мы с вами вчера говорили о том, как в исламе Адам – первый из пророков, Авраам – средний пророк, Мохаммед – последний пророк. Вот это такие три выдающихся, три определяющих пророка, потому что все они, все трое, восстановили богопочитание у черного камня в Кабе. И размышляешь о этих трех пророках, в пророках и возникает вопрос, а как же насчет Иисуса? Да, Иисуса почитают, но он где-то сбоку. Он не центральный, не главный пророк. Да, здорово, что все мы принимаем Иисуса как Мессию, но даже в этом исповедании мы находим серьезные различия. Об этом мы поговорим подробно в ближайшие несколько минут. Роль Мохаммеда и роль Иисуса в исламе. Начнем с первого пункта нашего плана. Иисус – Мессия тайна для мусульман. Мессия тайна для мусульман. Начнем с самого имени Иисуса. В Коране его зовут Иса. Иса. Не Ишуа, не Иисус, а Иса. А что значит имя Иса? Ишуа? Нет. Иса ничего не значит. Иса – имя, не имеющее никакого значения. Да, Иса совершает чудеса, совершает значимые поступки, но имя Иса ровно ничего не значит. Слово, которое соответствует в арабском языке имени Яшуа, звучит как Ису. Но в Коране слово Ису не употребляется. Иисус называется Иса. Имя изменено и многое потеряно. В Библии его имя Яшуа. И сразу вспоминаешь Яхве, Господь, приходящий, сходящий к Моисею в горящем кусте. Зачем он сошел к Моисею? Чтобы избавить народ свой от греха. Чтобы избавить народ свой от притеснения. Этот Яхве, этот самый Господь, воплотился в Иисусе. Зачем он воплотился в Иисусе? Чтобы и нас сохранить и спасти от грехов. Яшуа, Господь спасает. Это имя переполнено значением. Но Иса, Иса ничего не значит. Итак, мы начинаем разговор с мусульманином, и мы говорим ему, прочитай Инжил. Мы читаем там о жизни Иса Аль-Маси, и ты поймешь, кто он такой. Назовут его Яшуа. Яхве спасает, потому что он спасет народ свой от греха. Давайте посмотрим, что говорит об Иисусе, Мессии, сам Коран. Стихи из Корана выписаны. Иисус, Мессия. Благая весть. Кстати говоря, Инжил и значит Благая, Добрая весть. Иисус Добрая, Радостная, Благая весть. Рожден от Девы. Он Слово Божие. Мы, правда, уже отмечали, что рассказывание мусульман, что Слово Божие Калима Тула, на самом деле значит далеко не то, что мы ожидаем. Мусульмане говорят, Бог сказал Слово, и Иисус был чудесным образом сотворен в чреве Марии. Точно так же, как и был чудесным образом сотворен Адам в свое время. И все-таки здесь есть некая зацепка, которую мы можем использовать, разговаривая об Иисусе. Он так же Хула, Дух Божий. Когда читаешь Новый Завет, мы читаем, что Он помазан Духом Божиим. А здесь просто Дух Божий. Но все равно это такая зацепка полезная. Чудотворец. Он чудотворец. Он безгрешен. Надо же. Как интересно. Бог заповедует Мухаммеду в Коране просить прощения, а Иисус безгрешен. Ничего себе. Так что же это значит? Иисус утвердил предшествующее или прежнее Писание. Или, иными словами, Он исполнил прежнее Писание. Говоря с нашими друзьями, мусульманами, мы объясняем им, как это. Что же говорят в Писании об Иисусе? Говорим мы. Давайте посмотрим, что говорит пророк о его жизни и служении. Дал Евангелие. Иисус дал Евангелие. Предсказал пришествие Мухаммеда. Да. Однако предсказал пришествие Мухаммеда. Да. И наши друзья мусульмане, пытаются читать и перечитать Новый Завет в поисках свидетельств, указаний на пришествие Мухаммеда. Он не Сын Божий. Иисус не Сын Божий. Но обратите внимание, это отрицание того, что Иисус Сын Божий связано с понятиями буквального сыновства. Иными словами, Он не Сын Божий в том плане, что Бог не вступал в интимную связь с Марией. Этого утверждения есть отрицание политеистического взгляда. Ограниченная миссия. Так, у Мухаммеда миссия всеобщая, а у Иисуса ограниченная. Спасен от смерти на кресте. Почему Он спасен от смерти на кресте? Да потому что Он миссия. А миссия помазан силой Божией. Бог никогда бы не позволил миссии страдать на кресте. Нет, никогда. Именно поэтому Бог Его спасает и приводит Его на небеса телесно. Кто-то другой умер вместо Него. На самом деле, Он не был распят. За Него был распят кто-то другой. Просто потому, что Он Иисус Мессия взят на небо и сбежав смерти и вернется в конце света, чтобы подготовить мир к последнему суду. Некоторые хадисы предполагают, что Он вернется в конце истории как судья. Итак, согласно Корану и исламскому богословию, мы читаем совершенно невероятные вещи об Иисусе Христе. Да, в Коране есть указания на Евангелие. Мы об этом уже с вами читали. Рождение от Девы, благая весть, Мессия, Слово Божие, Дух Божий, Чудотворец, безгрешный, Он вернется в конце света, в конце истории. Много указаний на Евангелие. Однако, по сути своей, исламское богословие не принимает воплощения. В исламе Бог к нам не приходит. В исламе Бог вместе с нами не страдает. Исламское богословие не оставляет места для распятия. Нам не нужна жертва милостивления за грехи. Соответственно, нету и воскресения, потому что Иисус не был распят, значит, и воскресать незачем. Не нужен нам ходатай. По большому счету, ислам отвернулся от Евангелия. Потому что самая суть Евангелия — это воплощение, распятие и воскресение. три важнейшие темы служения Иисуса Христа, три важнейшие темы Евангелия. Ислам все это отрицает. Тогда вопрос, как же можно донести до мусульман полноту Иисуса Христа, чтобы они лично приняли Евангельского Христа? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Прежде чем продолжить, хотел бы услышать ваши вопросы и замечания. Вот вы разговаривали с одним имамом, ему было сложно принять идею рая и ада и то, что вы хотите действительно в рай. Вы говорите, что Иисус есть путь, единственный путь, ему это было тоже сложно. Я понимаю, что, конечно, это не все, там еще были какие-то моменты. Но мне кажется, что мусульманину должно стать очевидно, что в Исламе не хватает любви, Божьей любви, о которой говорит христианство. Любовь Божия. Да, я согласен. Причем согласен всей душой и всем сердцем. Я верю, что очень важно по всему миру свидетельствовать, по всему мусульманскому миру, свидетельствовать о том, что Бог открыл свою любовь нам в Иисусе на Голгофском кресте, что Бог своим действием приглашает нас к примирению. А как мусульмане отвечают на слова христиан о том, что Бог есть любовь? Мусульмане вообще не понимают, что Бог есть любовь. Они говорят просто, что Бог милостив и сострадателен. Но на самом деле Его наши слова не касаются. Он отдален от наших слов, от наших чувств. Давайте вернемся к нашей теме. Потом уже перейдем к Мухаммеду. Но пока еще несколько слов об Иисусе и его роли. В мае прошлого года я был в Иране. Приехала туда небольшая группа анабартистов на диалоге на беседы с мусульманскими богословами. Для нас это большая честь и огромная радость и удовольствие. Нам приятно, что наши друзья-мусульмане нас туда приглашают. И тогда темой диалогов было миротворчество и справедливость. Я написал доклад о кресте Христовом. После моего доклада один из иранских участников сказал «Дэвид, а почему для вас так важен крест? Давайте его немножко затушуем, отодвинем в сторону. Скажем, что это второстепенное учение, и в этом мы не согласны друг с другом. Но оно не будет главным, оно не будет существенным. Тогда, может быть, нам, христианам и мусульманам удастся договориться. Но пока вы так настаиваете на кресте, вы тем самым еще более разделяете мусульман и христиан. Я говорю, нельзя отодвинуть крест в сторону, потому что крест находится в самом центре христианской веры. В качестве примера расскажу вам одну историю. О кресте можно говорить по-разному. Расскажу о том, что сейчас... Мне важно, недавно я был в Хартуме, сказал я. Меня пригласили проповедовать в церкви, где было где-то 150 человек. Там были в основном вдовы, оставшиеся в доме после сохранения в Дарфоре и в горах. Это люди, недавно веровавшие в Иисуса Христа. Я рассказал вам, что в Иисусе, Мессии, Господь полностью участвовал, полностью сопричастен ко всему, через что проходите вы. Я в раннем-раннем детстве, когда он еще жил в Вифлееме. Ирод приказал убить всех его друзей, маленьких детей до двух лет. Он стал свидетелем убийства детей. Потом он был беженцем в Египте, то есть так же, как и вы. А сейчас в Хартуме вы беженцы, вы ушли из Дарфора. Вы уже ушли из Дарфора. Потом он стал плотником. Он тоже много работал, много трудился, но дома у него не было, как и у вас сейчас нету домов. Во всем этом он участвовал в том, через что проходите и вы. Потом его пригвоздили к древу, к кресту. Его тело избивали, и над ним издевались, точно так же, как издевали и издевались над вашими мужьями, точно так же, как и пригвождали к деревьям ваших мужей. Он через все это прошел, так что вы не одиноки, так что Господь полностью участвует во всем, что переживаем мы. Но при этом на кресте он прощает. Он прощает. И потом он воскрес из мертвых. И он послал Духа Своего Святого. Он излил Духа Своего Святого на нас, чтобы и вы могли простить, как простил он. Он не хочет, чтобы горечь и обида погубили вас. Он не хочет, чтобы все эти чувства укоренялись в вас после того, что вы пережили. и Иисус вас понимает. Он дает вам силы прощать и превозмогать все те ужасы, которые вы пережили. Точно так же, как Он превозмог ужасы своей жизни и воскрес из мертвых. Вот так я проповедовал. И после этой проповеди эти женщины, эти вдовы, вышли из церкви и на протяжении следующих получаса они пели и танцевали. Я не знал этот язык, но одно слово я понял. Иисус. Они пели и славили Бога за Иисуса Христа. Если бы я сказал примерно так, Иисус с Мессия, и Он никогда не страдал, как вы. Ему ваше страдание незнакомо. Бог избавил его от креста и взял его телесно в небеса. Ваших мужей избивали, над ними издевались, но только не над Иисусом, потому что Он слишком праведен для этого. Ему непонятно страдание ваше и ваших мужей. Как вы думаете, они бы пели? Они бы потом радовались? Да нет, конечно. Крест есть благая весть. Откровение всей глубины Божьей любви. Это благая весть и для тех страдающих вдов. А как отреагировали на это иранские ученые? Мне показалось, что впечатление было сильнейшее. И потом на эту тему они неоднократно ссылались в следующие пару дней нашей конференции. Да, вот так мы и свидетельствуем. Так мы и свидетельствуем, что Божья любовь открывается в объятиях Иисуса Христа. Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok